В сегодняшней программе Если Сын освободил, мы истинно свободны. Мы не связаны никакой зависимостью. Мы принадлежим только Иисусу Христу. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Мы закончили четвертую главу Галата, мы переходим к пятой главе. Бог приготовил для нас что-то, в чем нам нужно утвердиться. Библия говорит «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследника вместе с сыном свободны». Затем сказано, что мы дети обетований, дети свободны, а не дети рабы. Подобно Измаилу, в следующем стихе сказано «Итак, стойте в свободе». Слово «Итак» в Писании всегда отсылает нас к предыдущим стихам и к предшествующим событиям. Закон был изгнан. Кара Синаи, вся система закона была изгнана. Мы больше не под законом. Мы дети свободны, дети обетований. Мы под благодатью Бога, Аллилуйя. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Иго рабство — это не грех. Контекст говорит о том, что игу рабство — это закон. Не подвергайтесь опять игу рабства. Прочитаем дальше. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вы уже многое узнали об Исааке и Измаиле, Царе и Агаре, Гаре Синаи, Гаре Сион. Тут сказано «стойте в свободе и не подвергайтесь опять игу рабства». Затем сказано «остались без Христа те, кто…» О ком идет речь? Те, кто грешит? Нет. В церкви учат так «Если в вашей жизни есть грех, вы останетесь без Христа». Мы все против греха. Я тоже против греха. Я за величайшее благо для человека, и это благо — обрести в своей жизни Христа. Аминь. А что говорится в этом стихе? Кто остается без Христа? Те, кто оправдывают себя законом. Они остаются без Христа. Заметьте, что без Христа остаются все те, кто пытается оправдать себя законом. Что с ними произошло? Они отпали от благодати. Кто отпал от благодати? Вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати. Если отпали, значит, благодать — это своеобразная высота, с которой можно упасть. Если от нее отпадают, значит, благодать выше закона. Библия говорит, когда вы возвращаетесь к закону, вы отпадаете от благодати. Отпадаете от Божьего благоволения. Заметьте, что вы отпадаете не тогда, когда избегаете греха, но когда стараетесь соблюдать закон, чтобы быть праведным. Библия ясно говорит, вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Страшно, когда люди остаются без Христа. Сейчас многим из нас хочется, чтобы Христос проявлял Себя и действовал в тех сферах нашей жизни, где идет какая-то борьба. Мы хотим увидеть проявление Божьего исцеления, Божьего обеспечения и той свободы от зависимости, которую Бог нам обещал. Если Сын освободил, мы истинно свободны. Мы не связаны никакой зависимостью. Мы принадлежим только Иисусу Христу. Аминь. Слава Господу! Возможно, вы ждете, чтобы Христос проявил Себя в этих сферах. Вы не обнаруживаете в своей жизни грехов, вы молите столько, сколько можете, вы доверяете Богу так, как умеете, вероятно, внутри себя пытаетесь заслужить чудо, заслужить свое исцеление, заслужить свое освобождение. В таком случае все усилия бесплодны. Почему? Потому что вы пытаетесь оправдать себя законом. Вы смотрите на закон как на средство, чтобы достичь Христа. А вы думаете, мне нужно соблюдать закон, чтобы Христос начал действовать. Такое мышление приводит к тому, что вы отпадаете от благодати. По этой же причине вы остаетесь без Христа. Но если вы больны, вам хочется быть со Христом. Если вы заболели, и Христос с вами, каков будет результат? Здоровье и целостность. Аминь. Отпасть от благодати не значит начать грешить. Задолго до того, как человек начинает грешить, он отпадает от благодати. Посмотрите, как вел себя еврейский народ у горы Синай задолго до того, как людям пришла в голову мысль о золотом тельце. Бог вывел народ из Египта благодаря крови Аганца, а не десяти заповедям, потому что они еще не были даны. Бог повел их к Красному морю, когда еще не было соблазна создать золотого тельца. Бог привел их к горьким водам Мерры. Соблазна создать тельца еще не было, однако золото уже было. Помните, что в ночь перед исходом египтяне отдали евреям все свое золото и серебро. В ту ночь вышли не два, три миллиона рабов. В ту ночь два, три миллиона бывших рабов вышли на свободу, взяв с собой золото и серебро. У них не было соблазна создать золотого тельца, однако у подножия горы Синай что-то произошло. Бог вывел народ в 19 главе исхода. В 20 главе он дал людям десять заповедей. В 19 главе Бог сказал народу, «Я вывел вас, вы будете у меня царством священников и народом святым, особенным, дорогим сокровищем». Сегодня, благодаря Христу, мы стали царями и священниками, царственным священством. Бог сказал, «Я хочу, чтобы мой народ был святым священством». А знаете, что ответил народ? «Все, что сказал Господь, кола шер дебе адонай наасе». На иврите это звучит как очень убедительное заявление. «Все, что скажет Бог, мы сможем сделать, а сделаем наасе». Это мы сделаем. Бог еще не дал народу десяти заповедей. В те моменты, когда вы пытаетесь соблюдать закон, вы полагаетесь на свою силу. Когда вы полагаетесь на свою силу и способность исполнить закон, вы включаете свою плоть. Сила греха, закон. Когда ваша плоть активирована, вы увидите все дела плоти. Они перечислены в пятой главе Галатом. Когда вы под благодатью, вы активируете дух и видите все плоды духа, опять же, перечисленные в пятой главе Галатом. Дела плоти и плоды духа. Дела плоти и плоды. В чем разница? Дела — это усилия, плоды — это результат жизни. Когда внутри вас течет сок, вы приносите плоды. А у вас течет жизнь. Это не зависит от наших усилий. Но приходит дьявол, и деликатнее всего он действует в качестве религиозного духа. Он внушит вам мысль, что вы в неправильном положении, что у вас не все в порядке с Богом. И вы не сможете просто так принять Божие благословения на вашу жизнь, вашу семью, вашу церковь и служение, вашу карьеру. Прежде чем вы сможете все это принять, вам нужно соблюдать закон. Когда он поймет, что вы пытаетесь соблюдать закон, вы у него на крючке. Так было и с Израилем. Народ заявил, «Все, что не скажет нам Бог, мы сделаем». На Ассе мы сможем это сделать? Сможем. А что было дальше? Люди активировали плоть, и тогда пришел соблазн. Первая заповедь гласит, «Да не будет у вас других богов пред лицом Моим». Дальше сказано, «Не делайте себе никаких изображений». Бог повелел не делать никаких изображений. Это повеление — часть первой заповеди. «Да не будет у вас других богов». И что же сделал народ? Золотого тельца. Вы заметили, что прежде такого соблазна не было. Что же произошло с еврейским народом? Во-первых, они отпали от благодати, остались без Христа и без благодати. Это очень серьезно. После того, как вы отпадаете от благодати, вы впадаете в грех. Сначала вы отпадаете от благодати, потому что именно благодать удерживает вас от греха. Но отпав от благодати, вы предоставлены сами себе, чтобы самим себя защищать, освобождать и исцелять. Вы это заметили? Если благодать — это все, что мы получаем от Бога, отпасть от благодати, значит, отпасть от Божьего благоволения. В вашей жизни уже не течет Божие благоволение. Ту благодать, которую дает нам Бог, также можно определить как обеспечение. Закон — это усилие человека. Благодать — это Божие обеспечение. Такое определение благодати полностью соответствует Писанию. Закон — это действие человека. Благодать — это действие Бога. Божие обеспечение. Если я под благодатью, а не под законом, я завишу не от действия человека, а от Божьего обеспечения. Аллилуйя! Я принимаю это обеспечение. Даже сейчас, проповедуя, я принимаю это обеспечение. Порой это обеспечение так прекрасно, что мне хочется проповедовать часами. Я шучу, не переживайте. Слава Богу! Благодать на обеспечение — это и есть благодать. Отпав от благодати, вам придется самим себя обеспечивать. У вас будут только свои силы, свои способности, но все они ограничены. Помните, что произошло с Исавом, сыном Иакоба? Об этом рассказывает 12 глава евреям. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Обратите внимание, с людьми стараться иметь мир, а с Господом — святость. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Зачем нужно наблюдать? «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Интересно, правда? Мы только читали об отпадении от благодати. Здесь же сказано «наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. А что является противоположностью мира с людьми? Горечь. Когда вы полны горечи, это проявляется в вашем сердце как обида и негодование, как непрощение или поиски недостатков в окружающих вас людях. Если человек лишается Божьей благодати, в нем появляется горький корень. А это противоположность мира с людьми, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Действительно, люди полные горечи заражают ею окружающих. Они источают яд своими словами, своим духом, а порой и одним своим присутствием. Они показывают, как они несчастны, оскверняют окружающих своим духом горечи. Чтобы не было. Между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав за одну снять, отказался от своего первородства. Блуд — это сексуальная аморальность, а это противоположность святости. Я покажу вам диаграмму, которая поможет вам разобраться. Библия говорит, что мы должны стремиться к миру со всеми людьми. Также нам всем нужна святость. Аминь. Это нужно всем нам. Я покажу вам, как стремиться к миру со всеми людьми, а также иметь святость. Аминь. Мы только что прочли в Библии о том, что является противоположностью мира со всеми людьми. Это горечь, ненависть, возмущение, обида. Что является противоположностью святости? Да, мы знаем, что это грех. Но если размышлять о грехе, то первое, что приходит на ум большинству людей, это сексуальная аморальность. Значит, противоположность святости — это блудник или нечестивец. Основная причина всего этого в том, что люди отпали от благодати Божией. Вы замечали, что люди, которые пытаются соблюдать закон, а также оправдать себя законом, полны горечи. Вы замечали, что фарисеи тоже были полны горечи. Это были несчастные, полные обид и негодования люди. Они скорее оставят своего осла в яме, в субботу, чем позволят Иисусу исцелить кого-то в их собственной синагоге. Для них лучше, чтобы люди были в оковах. Вы видите, насколько они полны горечи? Под законом люди всегда очень обидчивы. Они полны негодования, в том числе по отношению к людям благодати. На прошлой неделе мы говорили о том, что дети закона гонят детей благодатью, несмотря на то, что у нас один Небесный Отец. Если читать Писание внимательно, вы увидите, что больше всего проблем Иисусу доставляли небессовестные грешники, сборщики подыцей или проститутки. И даже не понятие Пилат, который был язычником. Наоборот, Пилат удивлялся, по какой причине вы хотите его распять? Я не нахожу в нем совершенно никакой вины. Проблемы доставляли фарисеи, люди, которые прекрасно знали Библию, Ветхий Завет, от корки до корки. Вы не можете сказать, что в их жизни был грех. Внешне они выглядели просто потрясающим. Они носили длинные одежды и выглядели очень величественно и достойно. Но Бог смотрит не так, как смотрит человек. Мы смотрим на проституток и сборщиков податей, как на страшных грешников, недостойных людей и изгоев. Однако Бог говорит, что мать всех грехов — это самоправедность. Посмотрите на иллюстрацию ковчега Завета. Этот ковчег Завета находился в Святом Святых. В самом центре крышки ковчега Завета находился престол Благодати. Эту часть ковчега окропляли кровью. Священник окроплял кровью только этот престол Благодати. А вы видите это на иллюстрации. Вот почему это называлось «Святое святых». Самое святое из святого. Это место — символ того, как кровь Иисуса была пролита перед Божьим престолом. Благодаря этому мы получили право приходить к Богу. Это иллюстрация того, как теперь применяется кровь Иисуса. Поэтому престол суда стал для верующего престолом Благодати. Аминь. Слава Господу. Это говорит нам о том, что самое святое из всего святого — это милость, престол Божьей Благодати. И милости, благодать — это самое святое из всего святого. Только благодать может соединить святого Бога и грешного человека вместе. Аминь и аминь. В истории Израиля есть событие, когда ковчег Завета везли из земли филистимлен. Филистимлене пожалели о том, что захватили ковчег, поэтому отправили его обратно в Израиль. Та область, по которой валы тащили повозку с ковчегом, носят название Вивсамис. Я был там несколько раз. Оказалось, что жители Вивсамисом, увидев ковчег, пришли в такой восторг, что сделали то, что было запрещено. Они сделали то, чего делать не нужно. Они заглянули в ковчег. А что же тогда произошло? И поразил он жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа и убил из народа 50 тысяч 70 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вивсамисом, кто может стоять перед Господом Сим, Святым Богом, и к кому он пойдет от нас. Мы видим очень интересную вещь. Они заглядывали в ковчег Господа. Но что в этом такого? Я вновь покажу вам иллюстрацию этого ковчега. А знаете, что было внутри него? Три предмета. Там было два камня. Если вы смотритесь в них, то это скрижали с законом. Десятью заповедями по пять на каждом камне. Также там был расцветший жезл Аарона, символ Воскресения. И, наконец, золотой сосуд с манной. Все эти три предмета появились по причине человеческого греха. Как вы знаете, в десяти заповедях Бог учил грешных людей своим стандартам святости. Жезл Аарона появился, когда народ роптал на Аарона. Бог повелел Аарону поместить свой жезл в ковчег Завета, чтобы ропот народа прекратился. Золотой сосуд с манной появился из-за того, что народ жаловался, пока бродил по пустыне. Бог привел нас сюда, чтобы мы погибли. Бог сводил с неба не суд, но манну. Эти три предмета символизировали бунт человека и его непослушание. Так что же значит отпасть от благодати? Представьте, что есть престол благодати. Отпасть от благодати, как мы знаем из послания к Галатам, значит вернуться к закону. Есть люди, оправдывающие себя законом. Вы заметили, что закон ниже, чем престол благодати. Вернувшись к закону, вы отпадаете от благодати, словно падая с высоты. Вы пытаетесь соблюдать закон, но тем самым отпадаете от благодати и своего высокого положения. А что произошло в Ивсамисе? Люди заглянули в ковчег. Чтобы сделать это, им нужно было отодвинуть престол благодати. Поймите, что пытаясь учить о десяти заповедях, вы отодвигаете престол благодати и вынимаете эти заповеди. Бог говорит, «Я поместил туда закон и закрыл его престолом благодати. Аминь». Ковчег Завета — это символ нашего Господа Иисуса Христа. Древесина — это человечество, а золото, покрывающее его, — это божественная природа. Только Христос может соблюсти закон. Бог говорит, «Не смотрите на закон». Служение буквам, начертанным на камне, смертоносно. Эти люди посмотрели на закон и в тот же момент погибли. Думаю, что и сегодня, чтобы посмотреть на закон, людям нужно отодвинуть престол милости и извлечь этот закон. Результат смерти мы недоумеваем. Почему нет результатов от Бога? Почему нет крепкого здоровья? Почему нет таких же знаков и знамений, как в книге «Деяния святых апостолов»? Ранняя церковь ходила в свободе и в силе, и в помазание Духа Святого. Они видели знаки, знамения и чудеса. Почему? Потому что мы пошли не в том направлении. Пробуждение прекратилось из-за греха в нашем стане. Пробуждение не может прекратиться из-за греха. В таком случае оно бы и не началось. Помните, что говорит Библия? Вы остались без Христа, если оправдываете себя законом. Но что, если мы оправданы Христом? Если вы говорите, «Во Христе я обрел Божью праведность, это не от моих действий и усилий», тогда вы со Христом? Слава Господу! Если вы никогда не доверяли свою жизнь Иисусу Христу, сейчас у вас есть такая возможность. Помолитесь сейчас со мной и скажите, «Небесный Отец, обратитесь так к Нему. Сейчас Он так близко к вам. Отец Небесный, благодарю Тебя, что Христос умер за мои грехи. Христос воскрес из мертвых, когда я был оправдан в Нем. Поскольку я был оправдан, я благодарю Тебя, что прямо сейчас я под Твоей благодатью. На меня изливается вся полнота Твоей благодати. Я ожидаю увидеть все проявления Твоей благодати и благоволения в грядущие дни. Скажите, «Иисус Христос, мой Господь и Спаситель». Спасибо, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу! «Если вы помолились, теперь вы, Дитя Божия, это означает, что вы доверяете только Христу как Своему Спасителю. Вы рождены свыше, теперь вы под благодатью, а не под законом. Вы в Новом Завете, а не в Старом, в Духе, а не воплоти. В благословениях Бога искуплены от проклятия. Аллилуйя!» Встаньте, пожалуйста, если можете, и поднимите руки к Отцу. «Отец, благодарю Тебя за каждого, кто слышит мой голос. Благодарю Тебя за каждую семью, которые сейчас это смотрят. Мы поднимаем свои руки, принимая все то, что Христос совершил для нас на кресте. Молюсь, чтобы мы были настолько благословенными, что это вызовет зависть у тех, кто нас окружает. И они будут спрашивать, что это за Бог, которому вы служите. Отец, я молюсь своими Иисусом, чтобы на этой неделе в жизни всех этих семей и всех наших зрителей были проявления Твоего благоволения во имя Иисуса. Отец, защищай их на этой неделе от вируса, где бы они ни были. Поведи их в нужное место в нужное время. Защити их от всякой болезни и немощи. Даже если болезнь еще только назревает, разрушь ее и не позволь ей развиваться во имя Иисуса. Наполни этих людей своей жизнью и воскресением, чтобы каждый мертвый участок, включая голову, мозг, память, вернулся к жизни. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Слава Господу. Отец Небесный, защити их и их родных и детей от всякого зла. Во имя Господа Иисуса Христа. Даруй им всем величайший мир шалом в каждую клеточку их существа. Во имя Иисуса. Аминь. Благословений вам. Я верю, что вы были благословлены любовью и благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Если это служение помогло вам пережить прорыв в своей жизни, мы хотели бы узнать об этом и порадоваться вместе с вами. Напишите нам и поделитесь своей историей. Мы рады, что вы продолжаете смотреть наши программы с проповедью Евангелия. Я молюсь, чтобы вы еще больше познавали нашего великолепного Спасителя и помнили, что Он для вас совершил. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели эту проповедь Джозефа Принца. Мы верим, что она принесла вам благословение. Чтобы получить более подробную информацию о церкви Нью Креэйшн, зайдите на сайт, указанный у вас на экране. Там вы также сможете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку от пастора Джозефа Принца. Вы сможете каждый день получать больше сил и вдохновения, ведь благодаря этой рассылке вы узнаете, как сильно вас любит Господь. Мы считаем, что ваша Десятина принадлежит той церкви, которую вы посещаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова